В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Нинецкая специальная коррекционная школа-интернат теперь носит название Доброшкола, благодаря участию во всероссийском конкурсе с одноименным названием. В Нинецком округе стартовал второй набор в Яндекс.Лицей. Заявки на участие в проекте будут приниматься до 10 сентября. Все подробности в нашем выпуске. Детский сад в селе Тельвиска открыл сезон заболеваний ОРВИ в Нинецком округе. Дошкольные образовательные учреждения в минувший понедельник закрыли на карантин. Не успев открыться после проведенного летового ремонта, детский сад в селе Тельвиска, а его посещает 48 воспитанников, с 7 сентября закрыт на карантин. Это первая ласточка в осенне-зимнем сезоне заболеваний ОРВИ. На фоне пандемии COVID-19 с началом учебного года к вспышкам заболеваний, острыми респираторными заболеваниями в округе относятся более чем серьёзно. Вплоть до вынесения вопроса о каждой конкретной ситуации на оперативное совещание при главе региона. Временно исполняющий главы региона дал соответствующее поручение департаменту здравоохранения проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Тельвисочном детском саду и держать на контроле каждое образовательное учреждение в округе на предмет заболеваемости. Что касается текущей ситуации по COVID-19, то за последние сутки в округе выявлен ещё один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Житель Наринмара заразился через семейный контакт с ранее выявленным пациентом. При этом все соблюдали карантин. В настоящее время на амбулаторном лечении в округе находится 17 человек. 14 из них – это жители Ненисского автономного округа. Заболевание у них протекает в лёгкой форме. Тем временем в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Взрослое население может пройти вакцинирование во взрослой поликлинике окружной больницы ежедневно. Также будут выезды в организации к декретированному контингенту, медицинским работникам, работникам социальной сферы транспорта, образования. Что касается детей, то школьники и воспитанники детских садов будут прививаться от гриппа целенаправленно в образовательных учреждениях. Для остальных организована запись в детской поликлинике. Специально будет создана запись, чтобы нигде не пересекалось и не было скучности населения. И в соответственном процедурном, специально оборудованном кабинете, изолированном, ещё раз повторяю, будет проводиться специально инактивированное, то есть если все боятся живых вакцин, то в данном случае это не живая вакцина, СОВИГРИБ. Анастасия Максимова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На центральном входе здания новой третьей школы в Наринмаре была установлена памятная доска об участии общества с ограниченной ответственностью совместной компанией «Русвет Петра» в материально-техническом оснащении учебного заведения. Подробности расскажет Александр Литкова. Для нас самое главное, чтобы компания добывала, чтобы были рабочие места и не только сохранялись те рабочие места, которые сегодня есть, но и по возможности, чтобы реализовывались новые мест программы и чтобы на работу принимались не с других регионов страны, а чтобы выбрали на работу именно наших жителей, НАУ, платили здесь налоги, а вместе мы реализовывали крупные социально-экономические проекты. Алексей Кулаков рассказал о перспективах сотрудничества на ближайшие годы. Сейчас мы пересматриваем ТОИ, и мы уже рассматриваем нашу деятельность до 45-го. Соответственно, это соответствующие инвестиции в округ. То есть, если сейчас наши инвестиции с 2015 года порядка 62 миллиардов, то там, ну, сумму сейчас не буду называть, но это значительная сумма, которая также, как вы говорите, привлечет новые рабочие места. Ну, и соответствующие наши действия в социальной программе. Затем делегация, возглавляемая главами исполнительной и представительной ветвей власти и руководством компании «Рус-Дед Петра», отправилась к новому зданию третьей школы, где торжественно была открыта памятная доска об участии компании в оснащении образовательного учреждения, оборудованием, мебелью и инвентарем для спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных и административных кабинетов и пищеблока. Очень ярко, детям нравится, все довольны. Оборудование тоже новое, современное. Мы, конечно, привыкаем, потому что у нас такого не было. Но стараемся, так все хорошо. Всего рады. Так что огромное спасибо. Общая стоимость оборудования, приобретенного недропользователем, составила порядка 130 миллионов рублей. Запуск таких программ, как интерактивных программ, как точки роста, максимально заниматься спортом. В прекрасных условиях у нас два спортивных зала здесь, если говорить об этой школе непосредственно. Надо сказать о том, что здесь большие светлые классы, большие лаборантские для учителей. То есть вопрос заключается в том, что вначале надо создать условия для работы и учителей, и для учебы учеников. Ну и затем ждать, конечно, самых высоких результатов от наших учащихся. Также в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» под эгидой Рослесхоза на аллее перед зданием школы участниками встречи были высажены кедры. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе наряду с открытием барельефа протопопа Авакума также состоялась научная конференция, посвященная его литературному и духовному наследию. Местом проведения форума стал социально-культурный центр «Престиж» в Телевеске. Напомню, в 2020 году отмечается 400-летний юбилей протопопа Авакума. Подробнее об этом Михаил Веселов. Идеолог, лидер старообрядчества Авакум Петров вошел в историю мировой культуры как выдающийся писатель 17 века, автор многих десятков сочинений, большинство из которых созданы в Пустозерске, в том числе и первое в русской литературе произведение автобиографического жанра – знаменитое «Житие». Это событие действительно мирового значения, поскольку творческое протопопо Авакума внесено в ЮНЕСКО, то есть даже вот это культурное значение, оно действительно всемирно. Выбор Телевески в качестве площадки научного форума не был случайен, ведь это одно из наиболее старинных Нижнепечорских сел. Еще одним поэтическим напоминанием о мученической судьбе протопопа Авакума стали строки из поэмы Елены Безумовой «Быль о Пустозерске», прозвучавшие на открытии форума в исполнении Валентины Шевелевой, лауреата многих окружных и областных конкурсов художественного слова. С докладами на конференции выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Пскова. Представили коллегам из других регионов плоды своих научных исследований и представителей Ненецкого округа. Это большое событие для округа в первую очередь, потому что мы принимаем здесь на этой конференции, посвященной 400-летию протопопа Авакума, очень статусных людей, людей, которые занимаются проблемами старообрячества, историей старообрячества на высоком научном уровне. Сама Елена Меньшакова также выступила с докладом, посвященным истории сакрализации, почитания места гибели пустозерских узников. Оно, кстати, пока что точно не определено, не найдено. Это изыскателям еще лишь предстоит сделать. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Ненецкая специальная коррекционная школа-интернат теперь носит название «Доброшкола» благодаря участию во всероссийском конкурсе с одноименным названием. Это место, где дети с особенностями могут получить знания в современных условиях для обучения и воспитания с применением специального оборудования, приобретенного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В рамках реализации проекта в Ненецкой коррекционной школе отремонтировали 13 кабинетов и закупили новейшее оборудование для занятий. Интерактивные панели, игровые настенные элементы, стол для рисования песком, говорящие логопедическое зеркало и многое другое. Чтобы у нас водичка бежала с красками, ну-ка, идем-идем ножками, массаж делаем. В школе есть также кабинет психоэмоциональной разгрузки, которая требуется особенным детям. Часто у нас дети находятся в таком поведении, где нужна вот такая релакс-комната. И вот эти элементы помогают снять вот это напряжение. В данном случае мы с Колей работаем вот на таком аппарате, где включаем и фантазию, и воображение, и читаем сказку, и смотрим на элементы, и когене, и когене, и когене, и когене, и когене. И в общем, в этом момент ребенок полностью и познавательная игра заключается. С пятого класса учащихся школы начинают социализировать, обучая прикладным наукам. Мальчики занимаются в столярной мастерской, учатся работать с деревом на современных станках, а девочки занимаются в классе социально-бытовой ориентации. В кабинете спроектировали мини-квартиру с разными зонами. Здесь они учатся готовить с применением всевозможной бытовой техники, кроить и шить одежду, ухаживать за домом. Прошли сегодня с коллегами по этой школе, посмотрели на детей, как они занимаются. Классы немногочисленные, где-то два ребенка, где-то три. Но действительно вот это оборудование, классы, мастерские, они зажигают этих детей, они с удовольствием занимаются. Мы видели и педагогам, тоже очень интересно работать с детьми в новых условиях. Напомню, оборудование закуплено с учетом рекомендаций Министерства просвещения России для занятий в коррекционных школах в рамках федерального проекта «Современная школа», нацпроекта образования и Всероссийского конкурса «Доброшкола», а также в рамках соглашения об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Нинецкого округа. Алина Ваучейская, Екатерина Зементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нинецком округе стартовал второй набор в Яндекс.Лицей. Заявки на участие в проекте будут приниматься до 10 сентября. А образовательный процесс, как и в прошлом году, будет проходить на базе Нинецкого аграрно-экономического техникума и начнется 1 октября. Тему продолжит Александра Литкова. Бесплатные очные курсы по программированию для школьников 8-9 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны впервые стартовали в регионе в прошлом году. Тогда была набрана группа из 30 школьников. Был большой отбор. Вышли те, кто был заинтересован, замотивирован в данном направлении. Значит, у нас очень хорошие результаты. У нас есть звездочки в данном проекте, которыми уже заинтересовались наши работодатели. Что касается учащихся, которые пришли на второй год обучения, их уже немного. То есть в силу определенных причин кто-то поступил в СПО, кто-то переехал в другой город. Но вот показатели у нас на сегодняшний день пришли 18 человек. Как пояснила координатор площадки Яндекс.Лицея в Наринмаре Оксана Кудляк, в силу того, что Ненецкий округ – небольшой регион, поэтому пройти обучение могут и студенты, поступившие в профессиональные учебные заведения после 9 класса. Данный проект рассчитан для учеников, которые хотят научиться программированию. Программирование на языке Python. Вы знаете, что Python на сегодняшний день является самым таким популярным языком, потому что некоторые сервисы, приложения Яндекса также разработаны с помощью данного языка. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год обучения ребята рассматривают основы данного языка. Второй год – это промышленное программирование. Павел Жуков – студент Ненецкого аграрно-экономического техникума. Свою судьбу молодой человек решил связать с программированием. Учеба в Яндекс.Лицея дает не только новые знания, но и укрепляет самодисциплину. Главное, считает Павел, не лениться и уделять учебе должное внимание. Я ознакомился в большей степени с профессией программиста. Получил дополнительные навыки в этой сфере, в этой области. Я в большей степени познакомился с самим программированием, скажем так, с разработкой каких-то приложений, алгоритмов. Я научился языку Python, получил достаточно навыков, чтобы им пользоваться, чтобы что-то создавать. Если я еще отучусь второй год, мне хватит навыков, чтобы работать мелким разработчиком уже в каких-нибудь компаниях. Для поступления в Яндекс.Лицея необходимо на сайте проекта выбрать свой город, пройти по ссылке и заполнить анкету. Хотелось бы отметить, что адрес электронной почты нужно указывать свой. Почему? Потому что именно на адрес, который будет указан в анкете, в дальнейшем соискателю будет отправлено ссылки и письма о результатах. И с этой почтой дальше ученик, поступивший в лицей, будет уже работать. На эту почту будет завязан его весь кабинет. Далее нужно успешно пройти онлайн-тестирование на умение логически мыслить. Николай Липунов тоже будущий программист. Первый этап успешно прошел. Впереди личное собеседование с преподавателем проекта. Я даже не представляю, какие вопросы. Надеюсь на удачу и на свое краснословие. Мне там сказали на сайте, что будут обучать языку программирования Python. Я им тоже интересовался. Основу, по крайней мере, учил. Собеседование будет проходить с 19 по 24 сентября по скайпу и рассчитано на 20 минут. При этом участник сам выбирает удобное для себя время из предложенных вариантов. Он определяется со временем, с 19 по 24, и в это время выходит на связь с учителем. Собеседование проводится один на один с учителем. То есть ученик сам дозванивается учителю в определенное время. С посредством камеры показывает удостоверение личности. Чтобы можно было понять, что действительно именно этот ребенок проходил тест. Занятия будут проводиться на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова. Два раза в неделю в вечернее время. В зависимости от эпидемиологической ситуации они могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Заявки на обучение принимаются на сайте Яндекс.Лицей до 10 сентября. Осень в Заполярье, как известно, короткая и с переменчивой погодой. Но ждать резкого похолодания не стоит, заверили в гидрометцентре. До второй половины сентября в Наринмаре сохранится теплая погода. Хотя и не без осадков. До конца следующей недели, до 18 сентября, в городе Наринмар будет преобладать облачная погода. И ветра южного и юго-западного направления силой 3-7 метров в секунду. На протяжении всего этого времени будет преобладать дождливая погода. Однако температура воздуха будет прогреваться до 18 градусов днем и 9 градусов ночью. А вот после 18 сентября температура воздуха опустится до 8 градусов днем и 5 градусов ночью. Дождливая погода сохранится вместе с ветром северо-восточных направлений 2-3 метра в секунду. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является городское кафе Артишок. Продолжение следует...